Девушки отдыхают И уже вторая среда, второе октября, это значит, что экватор недели и практически экватор осени, а значит нет совершенно поводов грустить. И мы предлагаем вам сегодня получать порцию хорошего настроения вместе с нами. В осени действительно очень много всего прекрасного, тем более, когда находишься в таких тропических джунглях. Кстати, наша импровизированная студия расположилась в Зимнем саду Академии архитектуры и строительства. Но прямо сейчас мы расскажем вам о том, что же вас ожидает в течение следующих двух часов нашего эфира. Вечернее или дневное, групповое или индивидуальное. Обучиться вождению пол-дела. Как избавиться от страха и стать настоящим водителем узнавала Ирина Борилюк. Сотни деревьев, пруды и необычная архитектура вместо руин. В 2020 году начнется реконструкция уникального исторического памятника Максимова дача. Без определенного места жительства Ольга Литвиненко прочувствовала на себе, что значит остаться на улице. 48-й день рождения электронной почты. Благодаря инженеру Рею Томлинсону весь мир получил возможность общаться на расстоянии. Экскурсии по святым местам и насыщенная праздничная программа. Крымская болгарская национально-культурная автономия готовится к 25-летнему юбилею общины. Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». А еще программа «Утро нового дня» выражает благодарность компании «Фавила», которая предоставила нам эту мебель. Ну и, конечно же, самое время рассказать о новостях. Крымский мост теперь на связи. На острове Тузла ввели в эксплуатацию базовую станцию, обеспечивающую покрытие услугами мобильной связи. С момента открытия автомобильного движения через Керченский мост, через него проехало более 7,5 миллионов машин. Только вдумайтесь. Соответственно, и услуги мобильных операторов тоже в большой цене. И эту ситуацию нужно улучшать. А вот о том, как она улучшается, расскажут наши корреспонденты. Полное покрытие, передача данных 3G. Единственную базовую станцию мобильной связи на острове Тузла построили недавно. С активным этапом строительства железнодорожной части моста появилась техническая необходимость перенести вышку. В связи с тем, что построен Крымский мост, начал он экранировать много железа. Мы перенесли для улучшения покрытия всего Крымского моста базовую станцию на другую сторону. 1 октября после завершения тестовых испытаний комплекс приемопередающей аппаратуры заработал в полноценном режиме. 19-километровая транспортная артерия, соединяющая Крым с материком, теперь снабжена устойчивой мобильной связью. На протяжении всего Крымского моста работает покрытие формата 2G, 3G и новейшая технология – LTE. Радиус действия вышки порядка 10 километров. Оборудование позволяет не только без проблем осуществлять звонки, но и пользоваться скоростным интернетом. Я надеюсь, что теперь и сами крымчане, и гости нашего полуострова на протяженности всего Крымского моста всегда будут на связи и смогут делиться со своими родными и близкими впечатлениями от этого замечательного сооружения. Эта базовая станция позволит улучшить качество мобильной связи и в населенных пунктах на побережье Керченского пролива. В планах мобильного оператора обеспечить покрытием наиболее важные объекты инфраструктуры. До конца года они планируют продолжить монтаж базовых станций на трассе Симферополь-Ялта. Также обеспечивают устойчивую мобильную связь и покрытие трассы Таврида. Тоже с нашей помощью, с помощью глав администрации непосредственно, потому что это выделение сервитутов. Установка базовых станций в Восточном Крыму продолжится в начале 2020 года. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керченский пролив. За ближайшие три года в республике построят семь новых детских садов в рамках национального проекта «Демография». Все объекты находятся в разной степени готовности, а по некоторым остаются вопросы к подрядчику. И пока что неизвестно где, но самое главное, когда же все-таки эти объекты откроют свои двери для маленьких крымчан. Но этот вопрос выяснил наш корреспондент. В семье Хищенко очень скоро произойдет долгожданное событие. Лилия во второй раз станет мамой. Пол будущего ребенка пока не знает, но будущее его и своего старшего сына планируют сейчас. Недавно семья переехала в новый микрорайон Симферополя. Хочет впоследствии поменять не только место жительства, но и места учебы для своих детей. Мы этого очень ждем, хотим, думаем, что там будет очень хорошая инфраструктура, для детей будет все, кружки, продленки, что нам очень нужно. Новая школа неподалеку от дома скоро откроет свои двери для малышей. Вот эту строящуюся школу уже видно издалека. Снаружи идут активные работы по благоустройству. Подрядчик оценивает готовность на 90%. Уже в декабре она откроет свои двери, а в новом учебном году сюда смогут впервые зайти 1100 детей. На заднем дворе стелют современный искусственный газон для игры в футбол. А рядом устанавливают баскетбольную площадку. Внутри уже отмывают готовые помещения. Школу обещают укомплектовать вплоть до иголок и ниток. А по соседству детский сад. Его готовность значительно ниже. Еще идут работы по устройству фасада и укладке плитки на прилегающей территории. Подрядчик в своих силах уверен, сдадут до конца года. Строительно-монтажные работы по школе составили сумма контракта 572 миллиона рублей. Из них на данный момент освоено 492 миллиона. По детскому саду сумма контракта 167 миллионов рублей. На данный момент освоено 67-68. То есть остаток около 100 миллионов рублей. Один в 2019, пять в 2020 и еще один в 2021. Это сроки сдачи детских садов в рамках нацпроекта «Демография», который впервые реализуется в Крыму. При условии, если подрядчики уложатся в сроки. Качеству работ небольшие нарекания все-таки остаются. Особенно во время проверок. Вот эти отверстия, вам тоже экстретизм нужна, чтобы задавать? Нет, конечно. А чего тогда вы мне задаете эти вопросы? Сделайте все, что вы можете делать. Вопросом работы с подрядчиками неоднократно уделял внимание глава Крыма Сергей Аксенов. К практике работы с единым исполнителем уже приступили при ремонте дорог. Такую же инициативу обсуждают и в Министерстве строительства. Уже готовится обоснование для правительства страны. Иногда мы, к сожалению, не можем расторгнуть контракт, связанный с финансированием и сроками. При том, что у нас подрядчик регулярно подводит, срывает сроки, мы его штрафуем, но расторгнуть контракт не всегда получается. В Минстрое считают, что единым подрядчиком должна быть крымская компания. Это даст возможность активнее контролировать исполнителей и избежать существующих рисков. Александр Федорчак, Рустам Файзулин, Новости 24. Режим взлетный. Евпаторийский авиаремонтный завод выполнил свой первый заказ для Российской Федерации по восстановлению самолета Су-25. Предприятие отправило воинскую часть на север страны. Первый штурмовик. А это, кстати, только один из шести, которые поступили на реставрацию. Михаилина Лепко расскажет подробнее. Марс Ахмедшин 65 лет жизни посвятил авиациям. Больше 30 работает на Евпаторийском заводе. Должность ответственная. Контролирует качество ремонта самолетов. О них может рассказывать часами. Одних только моделей, которые пришлось восстанавливать с десяток. Як-36, Як-38 вертикальные взлеты. Су-25, Ан-24, Ан-26, Ан-12. Евпаторийский авиационный ремонтный завод – одно из старейших предприятий города. Ему исполнилось 93 года. После развала Союза долгое время перебивался частными заказами. И только в 2015-м предприятие получило первый государственный на ремонт трех самолетов Бе-12. Чуть позже с материка сюда доставили и несколько штурмовиков. Легендарный Су-25 впервые приземлился на взлетную полосу авиаремонтного завода три года назад. Подобные самолеты здесь не ремонтировали более 25 лет. Этот штурмовик – один из шести поступивших на ремонт. Сейчас он находится на этапе сборки. Следующий шаг – монтаж крыльев и установка двигателей. А уже через месяц начнутся испытательные полеты. Первый Су-25 уже отремонтировали. Четыре испытательных полета прошли успешно. И самолет улетел в воинскую часть для выполнения боевых задач. Сейчас к передаче готовится второе воздушное судно. Чтобы вернуть машине былой вид инженерам, пришлось разобрать ее буквально до винтика. Поступает к нам самолет с воинских частей, частично разокуплектованный, с повреждениями. Мы производим тщательную дефектацию, разборку и расцеховку по остальным нашим цехам для ремонта агрегатов, комплектующих. Находящиеся сегодня в Евпатуре еще четыре штурмовика обещают отремонтировать до конца 2020 года. Будем искать другие виды работ, которые позволят сохранить коллектив боеспособным, не растерять тех специалистов, которые у нас есть. Сотрудники завода в свое предприятие верят, готовы расти и развиваться дальше. В Крыму очень много воинских частей, где эксплуатируют самолеты, авиационную технику. И с точки зрения, то есть мы близко находимся к многим воинским частям. У нас, я считаю, очень удачное расположение, нам нужно в этом смысле развиваться, осваивать виды техники, которые эксплуатируются в Крыму. Один из крупнейших налогоплательщиков Евпатории – перспективный авиационный завод Крыма. Сегодня находится в стадии приватизации и перехода в состав государственной корпорации по производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Михалина Лепко, Евгений Ефимов, Надежда Шишко, Борис Душенин. Новости 24. Евпатория. Стефану стоит отметить, что уже вся природа постепенно готовится к зиме. И в том числе, конечно же, те цветы, которые украшали нашу Ялтинскую набережную. Они находились в специальных контейнерах. Сейчас эти контейнеры готовятся демонтировать. Конечно же, период цветения уже завершился, поэтому нет необходимости эти цветы оставлять на улице. Об этом сообщают городские власти. Но обещают, что совсем скоро, с потеплением, с возвращением весны, все вернется на свои места. Ориентировочно май, апрель. И опять вся эта красота появится на ялтинских улицах. И, кстати, надо отметить, что все это делается в рамках благоустройства города. Делается это впервые. И такая практика в Ялте применяется. Горожане и те, кто приезжали отдыхать, заметили, обратили на это внимание. Потому что город действительно прям расцвел. Хотя он и так зеленый, в принципе. Но все это еще раз говорит о том, что осень вступила в свои права. Холода надвигаются. А вот о том, какая будет синоптическая картина именно сегодня, узнаем в прогнозе погоды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Саль, как по-твоему, насколько дополнительное образование важно для детей? Я считаю, что оно архиважно. И всем родителям рекомендую обязательно, конечно же, своих детей отправлять на дополнительные кружки. И очень хорошо, если они какие-нибудь еще интеллектуальные. Интеллектуальные хорошо. И творческие, и танцевальные, и певческие. И надо отметить, что в 2015 году в Москве появился целый музыкальный театр, который называется «Маленькая страна», а возглавил его Илья Резник. И детей сразу же начался ажиотаж. Многие родители повели детей, потому что такой именитый мэтр будет с детьми заниматься. А главное, что такая же практика, такую же практику Ялта переняла. И в Ялте теперь появился такой же театр. Да, и стоит отметить, что отбор для дальнейшего обучения прошли уже 80 талантливейших детей. Но еще дополнительно они получили книгу самого Резника, конечно же, с его автографом. Ну, а я напомню, что мы тоже ищем таланты. И в скором времени на нашем телеканале стартует шоу-проект, который так и называется «Таланты». Мы все еще ищем вас. И если вам от 7 до 14 лет или вашему ребенку, то, конечно же, его обязательно отправляйте к нам на наш проект. Мы раскроем, обещаем все его самые лучшие стороны. Ну, а мы движемся дальше и переходим в Джанкой. Там сотрудники Крымской железной дороги взяли за восстановление вокзала и его инфраструктуры. На это уже выделено 4 миллиона рублей. Я думаю, что это очень хорошая новость, потому что вокзал, ну, действительно, там был не очень в хорошем состоянии. А, как известно, это ворота Крым, ворота вообще каждого города. Ну, и можно сказать, даже, наверное, это громко и Крым. Каждый, кто приезжает туда, обращает внимание. Конечно, и поток же людей там какой огромный. А самое главное, что подрядчик взялся выполнить все поставленные задачи, все работы за 60 дней. Обещания, конечно, многообещающие, извините за тавтологию. Тем не менее, ну, прям, многие люди вдохновлены. Была такая разруха, а теперь все изменится. И прям за 60 дней, за 2 месяца. Ну, ты знаешь, то же самое можно отнести и к другому культурному объекту, который называется Максимова дача. О том, какова его судьба, я думаю, более подробно расскажет уже наш корреспондент Татьяна Балыкина, которая там недавно побывала. Бассейны, пруды, необычная архитектура, а вокруг сотни деревьев. Сегодня увидеть это место таким можно только на старых снимках и в кино. Доки на территории нынешнего севморзавода строились с того камня, который здесь добывался. После того, как док был построен, деньги все были оправданы, израсходованы. Вот этот карьер был подвергнут благоустройству. Благоустройством занимался архитектор Валентин Фельдман и сотрудники Никитского ботанического сада. За несколько лет территория пустынной хомутовой балки превратилась в уникальный усадебный комплекс с ландшафтным парком. Это было не только излюбленное место севастопольцев, но и частная собственность городского головы Алексея Максимова. Отсюда и название Максимова дача. Более полутора тысяч реликтовых растений со всех уголков полуострова. Особая система полива и орошения. От былого великолепия остались только обрывки истории. Мы сейчас стоим возле такой емкости бетонной, которая снаружи обложена диким камнем. Сверху сделан ажурный мостик, а внутри проложен водопровод. То есть мы до сих пор видим там труба, причем с резьбовым сочленением, которое сохранилось с времен Максимова. Территория парка больше 80 гектаров. Все разделено на ландшафтные зоны. Видно, что проект был продуман до мелочей. Здесь был дом Максимова, здесь были винодельня, целый винзавод у Максимова был. Были виноградники, разбитые на этих склонах. И были площадки отдыха. Интересно, что в дизайне архитектор использовал образы природных памятников Крыма, которые все еще можно распознать среди руин. Здесь можно увидеть зубцы и петри, здесь можно увидеть дырявый мыс Мангут-Кале, здесь можно увидеть очертания Чухут-Кале. Все это архитектор выложил вот из этого дикого камня, добытого здесь же в карьере. За время существования парк пережил революцию и две войны после 1920-го. Здесь нашли приют-беспризорники, а во время Великой Отечественной был военный госпиталь. Подземные укрытия использовались во время бомбардировок, но здесь раненые бойцы с передовой проходили лечение либо перед эвакуацией на большую землю, либо перед возвращением на боевые позиции. В 1942-м при бомбежке погиб врач госпиталя Долидзе. Его могила единственная именная, все остальные захоронения братские. Рядом с памятником гостевой домик, точнее то, что от него осталось. В начале 90-х его дважды пытались отреставрировать. Архитекторы сделали такой проект, что следы попадания снарядов, осколков авиалбомб, здесь вырубали, вычищали, потом сюда должны были вклеивать камень. Должны были, но проект заморозили, а парк облюбовали вандалы. Потомкам они оставили следы от костра, горы мусора и неприличные надписи. Сейчас сложно поверить, но чуть больше ста лет назад все эти бассейны и фонтаны работали. На концертных площадках звучали духовые оркестры, местные устраивали поэтические вечера и отмечали праздники. После смерти Алексея Максимова долгое время усадебный комплекс и парк оставались бесхозными. Теперь территория принадлежит государству. Реконструкцию планируют начать в 2020 году. На ремонт исторического памятника выделили порядка 600 миллионов рублей. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня. Стефа, ну стоит отметить, что в последнее время крымские лебеди привлекают к себе такое пристальное внимание всех СМИ. Ну, во-первых, вспомним ту ситуацию под Евпаторией на озере Майнаки, где говорилось, что якобы туристы, приезжающие к нам в Крым, вылавливают этих лебедей для приготовления их в пищу. Ну, наши корреспонденты недавно побывали на этом месте, поговорили со всеми, как свидетелями, очевидцами, конечно же, с властями и выяснили, что все это является уткой. То есть это неправда. Никто не вылавливает птиц. Птицы храняют, за ними следят, и птицы чувствуют себя очень комфортно. Но, как выяснилось, хуже ситуация обстоит в Гагаринском парке, в Симферополе, потому что там лебеди, в отличие от лебедей в Евпатории, пострадали. Пострадали, да. И пострадало два лебедя, нужно отметить. У одного проблемы с крылом, у другого с лапами, а виной всему стали рыболовные снасти. Лебеди плавают на поверхности воды, и там же располагалась приманка, воблер, и вот в которую они и угодили. Хорошо, что сразу же работники парка обратили на это внимание, выходили этих лебедей. И, кстати, они отмечают, что это место вообще, в принципе, непригодно для рыбалки. И там такой процесс даже не предусматривался, и не нужно этим заниматься. А, кстати, хочу сказать, что страдают не только лебеди там, там еще и черепахи тоже находятся под угрозой также из-за этих рыболовных снастей. Потому что они тоже попадаются на эти крючки, и, к сожалению, в итоге они очень сильно страдают. Но сейчас мы предлагаем все-таки от такой грустной новости перейти к более позитивной, а даже лучше переместиться на улице Симферополя, где находится наш мобильный корреспондент Сабина Петренко. И она уже сейчас готова с нами поделиться какими-то своими наблюдениями и новостями. Доброе утро, коллеги, и, конечно же, наши любимые телезрители, которые встречают сегодня этот день вместе с нами. Ну что, я сейчас нахожусь в самом центре города, и уже могу сказать с уверенностью, что люди просыпаются. Здесь становится достаточно людно, многие спешат сегодня на работу, кто-то в университет, на учебу. И, конечно же, не у всех хватает времени посмотреть сегодня прогноз погоды. Но я вам с радостью его сообщу, потому что день обещает быть очень теплым, а главное солнечным. И синоптики прогнозируют повышение температуры днем до 23-24 градусов тепла. Это, конечно, несомненно радует. И также могу сказать с уверенностью, что сегодня зонтики нам не понадобятся, и их можно отложить. Но понадобится обязательно хорошее настроение и заряд бодрости на целый день. А для того, чтобы его обеспечить, хорошее настроение, наши психологи и специалисты, они рекомендуют настоятельно побольше улыбаться на протяжении всего дня. Вот видите, люди тоже улыбаются. Вот так нужно, конечно же, проводить сегодня наш день. А также еще необходимо побольше гулять на свежем воздухе. Почаще даже, я бы хотела сказать. Да, почаще вот так вот будем гулять на свежем воздухе. Проводить побольше времени тоже. И уже вы заметите сразу, что результат не заставит себя долго ждать. Потому что уже вскоре у вас будет хорошее настроение. Ну что ж, на этом мое прямое включение подходит к концу. И я бы хотела передать слово своим коллегам. ...для того, чтобы с каждой конкретной справляться лучше. Как ты считаешь, насколько важно? Это очень важно. Очень важно все организовывать правильно. И, конечно же, когда каждый выполняет свою работу. А об этом подробнее, конкретнее нам расскажет наш гость. В гостях у нас, кстати, Ксения Слуцкая, начальник отдела международной академической мобильности КФУ имени Вернацкого. Ну, конечно же, мы сегодня будем говорить о такой важной новости, которую, кстати, тоже затронули все СМИ. Это то, что теперь Сергей Аксенов не будет разделять сразу две должности. Главы Крыма и председателя Совета Министров. Он решил их разделить. И вот эта новость стала, наверное, номер один. Чем вызвано такое решение? Вы знаете, я думаю, что главная цель – это оптимизация. Потому что в любой системе то ли государственного управления, то ли любого управления оптимизация – это неотъемлемая часть. И, как вы уже правильно сказали, чтобы эффективнее выполнять те функции, которые возложены. Потому что мы с вами наблюдали, да, в принципе, все наблюдали, действительно, какой объем работы возлагался на одного человека. Это и представительская функция, это и работа на местах, это и международная повестка. То есть очень много и для эффективности, для более качественного выполнения было введено такое разделение. Ну, а кто в итоге чем будет заниматься? То есть какие будут функции у главы Крыма и какие будут у премьера? Знаете, говорить вот таким вот более бытовым языком, вот глава республики – это будет у нас как председатель транснациональной корпорации, представитель Совета Директоров. Это о высоком, о повестке, это представительство Крыма непосредственно на материке среди федеральных органов власти, это международная повестка, как я уже сказала. Это глобальные цели. А представитель Совета Министров – это главный менеджер, топ-менеджер, который знает всех, который выполняет те функции, которые заложены изначально, конечно, уже в контексте общей стратегии, которая выработана. То есть если, опять же, говорить более бытовым языком, глава республики – это у нас лицо республики, а представитель Совета Министров – это тот, который выполняет бытовую ежедневную работу, начиная от проведения многочасовых заседаний на местах, которые занимают весь рабочий день, заканчивая встречами с бабушками, с дедушками, со школьниками и так далее. Ну, вот, кстати, о заседаниях известно, что Сергей Аксенов проводил. Он очень огромное внимание уделял проблемам на местах, в районах, в селах и так далее. Он проводил выездные совещания, где обязательно присутствовал сам. Иногда они длились по шесть, по семь часов, потому что проблем было очень много. Он лично обсуждал, он лично выслушивал каждого. Теперь он, я так понимаю, не будет присутствовать на этих заседаниях. То есть вот как вы думаете, как они будут проходить? Я думаю, что Сергей Валерьевич все-таки периодически будет устраивать сюрпризы и приезжать на места, чтобы как-то разрядить ту комфортную обстановку, которая будет складываться, потому что действительно эффективность этого присутствия в том или ином районе, знаете, она прям колоссальна. Это было видно по одухотворенным лицам людей, которые присутствуют на этих совещаниях, как только называют их фамилию. Прямо мы видим энтузиазм, который возрастает, понимаете? Потому что или энтузиазм, или заявление об увольнении. Так что тут как бы выбирать не приходится. Я думаю, что они будут проводиться. Будут проводиться такие же многочасовые. Просто Сергей Валерьевич будет действительно уделять тому чуть меньше времени, но посещать родные, любимые, особенно удаленные районы Крыма. Вот мне еще интересно, с кого все-таки будет больше спрос? С главы Крыма или с премьера Совета Министров? Знаете, я думаю, что все-таки это неделимая часть. Это как бы две разные фигуры, две разные должности, но одна миссия, одна цель и ответственность тоже одна. Так что сказать, знаете, что один по шапке получит, другой не получит, что, образно говоря, на уровне каких-то федеральных властей, нет. Потому что, опять же, повторюсь, цели одни и ответственность одна. И эффективно выполнять работу без ее координации, и взаимодействие будет невозможно. Со студентами, скажите, обсуждайте эти новости, что они думают по этому поводу? Студентов очень интересуют кадровые перестановки. Очень интересуют. Ну, а как же, знаете, ну как, вот изменения, да, вот какое количество министров поменяют, а что будет? Вот сейчас приедут, а может быть, нового кого-то поставят? Ну, знаете, это такое... А может, сами уже метят? Ну, знаете, амбиции наших молодых людей, они просто зашкаливают иногда. Ну, иногда это хорошо, иногда это нужно корректировать, но, тем не менее, молодые пылкие наши умы, главное, чтобы было куда стремиться. Возвращаясь к вопросу о кадровых изменениях, я думаю, что он не будет каких-либо кардинальных, потому что все-таки председатель Совета Министров, что сказать, наш свой человек. Вот, так что ждать каких-то, знаете, реорганизаций, что всех уберут, у новых поставят, думаю, это будет вряд ли. Вот это, наверное, главный вопрос, который интересует. Ну да, конечно, освободятся ли места, и какой конкурс, да, какой возраст, чтобы стать министром уже. Ну, вот, кстати, о своих людях. Вы сказали, это свой человек. Действительно, Юрий Михайлович Кацанюк, все мы его прекрасно знаем. Но что вот о нем можно сказать? Ну, знаете, наверное, самое главное, что можно о нем сказать, то, что у него есть опыт. Вот, к сожалению... Почему к сожалению? Нет, я продолжаю к сожалению. Это, знаете, я беру паузу такую театральную. К сожалению, не у всех политиков, которые в Крыму, да и не только в Крыму. Это, я думаю, что проблема достаточно распространенная. Ну, я не говорю о базовом образовании, это уже так, мы на это не обращаем внимания. Опыт. Потому что опыт, действительно, у него есть опыт. У него есть опыт работы в системе, он видел проблемы и, действительно, с разных сторон. Так что, действительно, может быть, это является такой позитивной некоторой чертой, что это не человек пришел, который не знает реалий крымских. Это очень важно, потому что регион достаточно специфический. И ему нужно будет меньше времени на адаптацию. Ну, а вот как вы думаете, почему все-таки раньше не пришли к этой идее, к такому решению? Почему раньше не разделили эти две должности? Время. А вот только сейчас. Знаете, время. Мне кажется, вот, опять же, вот, я уже об этом говорила, госуправление, это не такая, знаете, молниеносная вещь. Должно пройти время, пять лет, десять лет иногда, иногда двадцать лет, чтобы действительно выявить те проблемы, которые существуют, и понять, что мы с вами уже обсуждали, что действительно очень большой объем. То есть вы хотите сказать, что Сергей Валерьевич не справлялся сам? Я не могу, нет, я не могу сказать, что Сергей Валерьевич... Вы понимаете, вот мы и говорим о том, что по факту решение задач это Сергей Валерьевич. То есть Сергей Валерьевич приезжает в район, задачи решаются. Сергей Валерьевич сам присутствует на совещании, вопросы решаются. Ну, а почему вы думаете, что сейчас что-то изменится, а вот не будет ли это просто формальностью? То есть должности разделят, а в итоге Сергей Валерьевич так и будет все сам решать. Сам он будет ездить по районам, по селам, сам разговаривать с людьми и сам решать все проблемы. Думаю, все равно какая-то часть этой миссии на нем останется, потому что не в силу того, что не будет справиться председатель Совета Министров. Просто Сергей Валерьевич, он привык, и это правильно, он привык контролировать все сам. Из-за этого, конечно, его личное участие, оно будет иметь место. Но я думаю, что у него, он уже отмечал неоднократно в интервью, что действительно он будет акцессировать внимание больше еще на дополнительных вещах. Точно так же, например, о международной составляющей. Международная составляющая в случае с Крымом, санкции и так далее, это очень большой объем работы. И физически ему нужно будет, конечно, уделять время тем целям и задачам, которые он ставит сейчас перед собой. А вот о международной части можно поподробнее? Крым и международная составляющая, наверное, любимая тема, это две неделимых сферы. Крым всегда привлекал внимание иностранную общественность и в условиях санкций. Да, мы говорим о какой-то изоляции, но это, наоборот, усиливает значение Крыма сегодня в международном контексте. Это отдельный блок работы, конечно, она выполняется, но, мне кажется, участие главы республики даст новый импульс, она будет более эффективна, и действительно мы можем ждать, я думаю, каких-либо более глобальных изменений именно на международном уровне. Даже так? Да, если будет участвовать Сергей Валерьевич, потому что участие Сергея Валерьевича, как показывает практика, опять же, мы уже неоднократно о том говорили, сразу эффективность колоссально возрастает. Скажите, а вот какие еще кадровые перестановки ожидаются в ближайшее время? То есть чего нам еще ожидать? И хорошо ли это будет в лучшую или в сторону? Мне кажется, все-таки среди министров будут кадровые изменения, потому что все-таки новая волна, новый человек. Как вы думаете, насколько изменится состав? Ну, в процентном соотношении... Не кардинально, мне кажется, это буквально единицы будут, да, потому что если бы стояла цель изменения, это лично мое мнение, кадрового состава кардинально, то был бы другой человек, опять же, не из своих. Потому что зачем менять людей, с которыми ты знаешь, ты умеешь работать? Лучше как-то поменять систему, да, то, знаете, обойтись какими-то более легкими способами, чем кардинально менять. Единичные случаи будут. Эффективность покажет только время, потому что, знаете, мы можем говорить о том, что вот, 1 октября назначили, а 10-го уже будет что-то сверх произойдет, положительное, полезное и так далее. Нет, должно пройти время. И тогда, может быть, через какой-то период времени, через полгода будут более кардинальные изменения. Спасибо вам, Ксения, за то, что встретили это утро с нами, за такую интересную беседу. Ну, а я нашим телезрителям хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас была Ксения Слуцкая, начальник отдела международной академической мобильности КФУ имени Вернацкого. Ну, а наш эфир продолжается. И сейчас мы посмотрим репортаж, который для вас подготовила Ирина Борелюк о том, как же нужно водить машину и почему этого не стоит бояться. Ожидать такси или маршрутку можно долго, особенно в час пик. Сегодня личный транспорт не роскошь, а средства передвижения. Анастасия Строжинская давно планировала обзавестись собственным автомобилем, но сесть за руль долго не решалась. Да, я очень сильно боялась, потому что у меня был такой неприятный опыт. Я боюсь вообще скорости, боюсь всего, но современный мир обязывает девушку садиться за руль, потому что у меня очень активная жизнь и на автобусах уже неудобно передвигаться. На такси это тоже нецелесообразно. Первый шаг на пути к получению водительского удостоверения – изучение правил дорожного движения и устройства двигателя. Однако, чтобы стать полноценным участником автомобильного движения, одной теории недостаточно. Самое сложное начинается после записи автошколы. Ты записался, страх остается. Главное – быть уверенным в себе, не бояться. Инструктор, который сидит справа от тебя, всегда поможет, тебе подскажет, поддержит. Главное – слушать внимательно его и быть уверенным в себе. Дневное или вечернее, групповое или индивидуальное. Обучение в автошколе проходит несколько этапов. Теория, практика, вождение, сдача экзаменов и, наконец, получение заветного водительского удостоверения. Приходя в автошколу, лучше сразу выбирать обучение на автомобиле с механической коробкой передач. В отличие от автомата, после которого не так легко пересесть на механику, эти умения дают не только универсальные права, но и навыки. Специалисты предупреждают – самостоятельно отрабатывать навыки вождения не стоит. Ни в безлюдном месте, ни тем более в черте города. Такие эксперименты могут закончиться бедой и навсегда отбить желание управлять транспортом. Только с опытным инструктором, чтобы он мог правильно подсказать те действия, которые возникают в жизни. Потому что все-таки это опасно. Выезжать в город, где куча машин, человек не совладал со своим страхом, может сделать какие-то неадекватные действия. Дрожь, паника и, как следствие, замедленная реакция. Совладать с внутренним напряжением поможет взвешенная позиция и осознание собственных страхов. Есть здоровый страх, за который отвечает наш инстинкт самосохранения. И возникновение такого страха или беспокойства, когда водитель садится за руль, оно абсолютно естественно и нормально. Потому что возникновение этого страха уберегает самого водителя и всех остальных участников дорожного движения от возникновения ДТП. Регулярная практика и вдумчивая отработка навыков. Лучшие помощники в водительском деле. Чтобы перебороть страх вождения, в первую очередь нужно знать правила дорожного движения. Второе – это нужен опыт и уверенность в себе. Не боги горшки обжигают. Обучиться вождению вполне реально. Для того, чтобы каждый километр был ровным и легким, нужен позитивный настрой, уверенные знания и, конечно, приятная музыка. Ирина Борилюк, Роман Ананев, Алексей Семенов. Утро нового дня. Саля, будущее наступило. Наши телезрители сейчас как раз на своих экранах видят, почему мы об этом говорим. Специальная техника вышла из-под контроля и начала колесить просто по кругу. Причем пользователи соцсетей утверждают, что она явно чем-то недовольна. Это произошло в штате Огайо, именно в аэропорту погрузчик, который скинул сначала водителя, а потом долгое время колесил, как ты уже правильно сказал, вокруг своей оси. Остановить удалось очень смелой женщине, работнице аэропорта, которая смогла залезть на другую, оборудованную на другую машину. И только сбив этот погрузчик, его, конечно же, остановило. Вот такой вот, с одной стороны, героический поступок, а с другой стороны, радостная новость, что все-таки восстание машин отменяется, ну, по крайней мере, на время. Пока что, да, пока что можно спать спокойно. Но мы движемся дальше и сейчас переходим на крымские водоемы, а конкретно на Бахчисарайские. Там недавно прошли субботники, субботники масштабные, на которых собрали, на которых волонтеры собрали целые тонны мусора и сделали прям такое доброе дело. Да, вот если посмотреть, и возле Альминского водохранилища проходили все эти экологические мероприятия, также на территории Бахчисарайского водохранилища. Если озвучить цифры, они, ну, по-моему, гигантские, по одной, по две тонни собирали. Это, ну, мешков 50, наверное, мусора, как минимум. И вот представьте, все это было на земле, все это было вокруг водохранилища. Это все то, что мы с вами видим каждый день, то, чем мы дышим, и то, что в итоге попадает в подземные воды, то, в итоге, чем мы питаемся. В общем, пожалуйста, еще раз призываем, следите за экологией, следите за природой. Не уверен, что наш мобильный корреспондент Сабина Петренко сейчас собирает мусор, занимается сбором мусора. А вдруг? А кто ее знает? Сабина Петренко с нами на связи. Доброе утро, Сабина. Доброе утро, коллеги, еще раз. И, конечно же, наши любимые телезрители. Ну, а я уже нахожусь на улице Александра Невского. И, вы знаете, хочу заметить, что здесь улицы довольно-таки чистые и, можно сказать, даже буквально блестят. Но не только здесь, а вообще везде практически. И, в первую очередь, это сослуга наших работников, которые с самого утра очищают и облагораживают нашу территорию. А также хотелось бы еще заметить, что вот буквально через пару дней стартует глобальный такой марафон. Он называется «Чистые берега Крыма». И будет проходить непосредственно уборка территории на нашем любимом симферопольском водохранилище. И эта новость, конечно, не может просто не обрадовать нас. Это очень замечательно. И также могу сказать, что все те люди, которые тоже хотят как-то в этом поучаствовать, они могут с удовольствием присоединиться. Ну и, конечно, хотелось бы еще сказать, что Симферополь, он сам по себе очень уникальный город со своей, наверное, какой-то архитектурой необычной. Вот. Конечно же, можно сказать, что чистота нашего любимого города зависит только от нас и она в наших руках. Ну, конечно же, также хотелось бы еще раз пожелать. И, Стефан, у меня есть к тебе такой вопрос. Как давно ты писал какое-нибудь письмо от руки и отправлял его, самое главное, по почте? О, интересный вопрос. Я думаю, что больше десяти лет прошло. Больше десяти лет, но все-таки писал письмо. Конечно, конечно. Секрет кому и какие это были письма, может быть, любовные. Любовные, да. Да, любовные все-таки. Как интересно. Ну, я тоже на самом деле писала, переписывалась с некоторыми друзьями таким способом. Но не просто так мы сегодня заговорили о почте. Дело в том, что сегодня электронная почта отмечает свой очередной день рождения. И мы прямо сейчас предлагаем узнать, как же она возникла и еще некоторые интересные факты, связанные с этим, в нашей следующей рубрике «Хронограф». 2 октября 1971 года – день рождения электронной почты. Ровно 48 лет назад инженер Рэй Томлинсон отправил первое в мире электронное сообщение. Изобретатель стал автором значка «Email» или «Собачка». Символ в каждой стране имеет свое название. В Израиле его именуют штруделем, в Италии – улиткой, а в Венгрии – и вовсе червем. Благодаря электронной почте появились и смайлы. Идею оживлять текстовые сообщения эмоциями впервые воплотил другой программист – Кевин Маккензи. Любопытно, что первым из мировых лидеров, воспользовавшимся электронной почтой, стала консервативная английская королева Елизавета II. По данным статистики, люди ежедневно отправляют друг другу 267 миллиардов электронных писем по 36 в день от каждого жителя планеты. Ну и сейчас мы предлагаем перейти уже к нашему гостю, который наверняка заждался. И будем говорить на тему, связанную напрямую с телевидением. Тема сегодня обширная и уже скоро, уже в этом месяце, буквально меньше, чем через две недели. Все мы перейдем на цифровое телевидение, уйдем от аналогового. А подробнее нам об этом расскажет Геннадий Гордеев, директор филиала российской телевизионной и радиовещательной сети. Это ПЦ Республики Крым. Доброе утро. Здравствуйте, Геннадий Геннадьевич. Ну, уже 14 октября состоится переход на цифровое вещание. Да, все об этом говорят. Я думаю, знает уже абсолютно каждый в каждом уголке Крыма. Но все-таки возникают некоторые вопросы. А не будет ли у кого-то черный экран в доме, как пугают некоторые СМИ? Это правда, 14 октября этого года, уже четвертая волна отключений субъектов Российской Федерации, это последняя волна, 21 субъект, переходит на полностью вещание, наземное телевизионное вещание, на цифровой формат. Отключения будут происходить не сразу, а в течение недели будут транслироваться на тех каналах, которые будут отключаться в специальные заставки с инструкциями. Если вы увидели эту заставку, вам необходимо совершить соответствующие действия. На сегодняшний день федеральная целевая программа, которая реализована в прошлом году, обеспечивает для нашего субъекта 96,91% охвата населения Крыма. То бишь им обеспечена техническая возможность приема цифрового сигнала. Оставшиеся 3 с небольшим процентом населения, которые не охвачены наземной цифровой сетью, для них предназначается так называемое непосредственное спутниковое вещание. То есть все 100% населения субъекта охвачены тем или иным видом цифрового телевидения. Кто-то наземной, кто-то спутниковым сегментом. Ну вот вы знаете, у нас вчера был гость Дмитрий Зеленский, предприниматель, который рассказал о том, что у нас половина населения живет в селах. Селы это все-таки, можно сказать, труднодоступная местность, как и, например, горная. Туда, там не так много вышек, как в городе, например, да, и часто сигнал не доходит. Вот эти люди, они в итоге получат цифровое вещание или спутниковое, как вы говорите? Ну, действительно, есть ряд населенных пунктов с малой плотностью населения и труднодоступных, то бишь в горной местности, до которых сигнал может не доходить. Наземного эфирного цифрового вещания. Как я уже отметил, что для 100% существует возможность просмотра, по крайней мере, двух федеральных мультиплексов. Около 97% это наземным способом или спутниковым. Спутниковый вообще охватывает, сегмент охватывает 100% населения. А наземный, он же регионализированный контент, он вот 97%, около 97%. Пока что сложно, Геннадий Геннадьевич, давайте попроще. Так скажите, останутся они без вещания? Нет, им придется использовать непосредственно спутниковое вещание. То есть это спутниковый сегмент, да. Вы знаете, несмотря на то, что меньше двух недель осталось до вот такого масштабного шага, до перехода на цифровое телевидение, наверняка есть многие люди, которые еще не позаботились, не приобрели необходимое оборудование. И давайте напомним им, как же это все-таки надо сделать. Действительно, у нас на практике уже по предыдущим волнам отключения пиковый ажиотажный спрос на оборудование, которое принимает цифровое телевидение, как раз вот попадал на вот этот период. За неделю, за две недели и уже после отключения в течение одной-двух недель. На сегодняшний день на рынке тут нельзя говорить о каком-то конкретном оборудовании. Мы поговорим о принципах. Современные телевизионные приемники, выпуска моложе 2014 года, они обладают уже встроенным как бы тюнером цифрового приема. А те, что постарше? Ну, для того, чтобы проверить, надо почитать инструкцию, описание на телевизор. А те, что постарше, любые даже ламповые телевизионные приемники могут быть дооборудованы внешним тюнером, приставкой. Способ подключения абсолютно дружественный для любого абонента. Он очень понятный. В случае необходимости существуют горячие линии. Интернет-ресурсы смотрицифру.рф 8 800 220 02. Это телефон федеральный, есть региональные горячие линии. Поэтому сложности не составляет. Основным еще нюансом, который должен присутствовать, это наличие дециметровой антенны, направленной в сторону телецентра. Если эти факторы совпадают, никаких проблем с приемом наземного сегмента цифрового вещания нет. Вот я еще хотела такой вопрос узнать. Может быть, он тоже будет немножко сложным для зрителей. Мы попросим вас рассказать попроще. Но в техническом плане, как это будет происходить для РТПЦ? То есть, вот как будет происходить отключение там? Ну, уже сценарий известен. 14 числа после утреннего выпуска новостей ВГТРК, филиала ВГТРК, это в районе 9 утра, по окончанию этого выпуска будет подана команда на переключение всех аналоговых передатчиков, которые входят в список, на вещание заставки. Это специальные заставки. И неделю еще будет транслироваться заставка с инструкцией. Если вы увидели эту заставку у себя на экране, вам необходимо совершить ряд действий. Такие, такие, такие. Отмечаю, что аналоговое вещание региональных каналов не прекратится. Это такие каналы, как передатчики АНО, ТРК Крым, телекомпании Милет. Ну, потому что они входят в мультиплекс. Они хоть и входят, вот в Крыму уникальный есть третий мультиплекс, действительно, его можно смотреть и в цифровом формате, и так далее. Но дело в том, что до конца года вещатели приняли решение продолжать пока аналоговое вещание. Что будет с 2020 года, это уже вещатели сейчас должны определиться, и, возможно, разные решения. Вот я как раз-таки хотела узнать про местные телеканалы, которые не входят в мультиплекс. У нас известно, там, допустим, в Севастополе есть канал, в Феодосии, в Керчи, но сейчас они становятся филиалами Первого Крымского и Крым-24. Но, тем не менее, вот, например, Севастопольский, а останется ли к нему доступ? Ну, на территории наших субъектов, двух субъектов, вещается третий мультиплекс, как я отметил, но он немножко отличается на территории Крыма и на территории Севастополя. В третьем мультиплексе на территории Севастополя присутствуют две терридекомпании севастопольские. На территории субъекта Республики Крым также две, но вещается одна севастопольская телекомпания. То есть, одна компания Севастополя вещает только на город Севастополь автономно. В то время, как оно, ТРК Крым, Милет, вещаются в третьем мультиплексе и там, и там. И вот у меня еще такой философский вопрос, потому что многие СМИ говорят о том, не знаю, это, наверное, пророческие или нет, но говорят о том, что с приходом цифры умрет все местное телевидение, ну, в других регионах, если говорить о других. Вот как вы думаете, так или нет? Нет, на практике сейчас предпринимаются меры, насколько нам известно, включение региональных компаний в федеральную, к примеру, ОТР. Есть региональные представительства ВГТРК и так далее. То есть, люди не останутся без региональных новостей и региональной информации. Поэтому, вот я что и сказал, ранее, так называемый наземный сегмент цифрового вещания, он регионализирован. Туда включаются, пересобираются мультиплексы здесь, на территории субъекта, вводится дополнительная информация уже регионального характера. На данный момент сколько регионов страны уже перешло на цифровое вещание? Ну, осталось перейти 21 регион. Все остальные уже перешли. И вот непосредственно в этот шаг все и произойдет? Четвертая волна, это уже последний список, который будет переходить. На всех остальных регионах уже вещание осуществляется только в цифровом виде. Уже и заставки выключены, уже полностью передатчики аналоговые вышли. Может быть, были какие-либо нарекания, потому что это только произошло относительно недавно, процесс. Насколько качественно он работает? Мультиплексы работают качественно. Коэффициент устойчивости сети приближается к 4,9. Это намного лучше вещание осуществляется, чем в аналоге. Весь цифровой сегмент мониторится автоматизированными системами. Существует несколько вариантов резервирования. Поэтому намного по надежности цифровой сегмент и по качеству, соответственно, и по количеству программ намного эффективнее, чем аналоговый. Если ведется речь о приеме цифрового сегмента, то качество либо отличное, либо его просто нет возможности вообще приема. Геннадий Геннадьевич, время у нас, к сожалению, подходит к концу. Время нашей беседы. Вам большое спасибо за то, что встретили это утро нового дня вместе с нами. Нашим телезрителям напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Геннадий Гордеев, директор филиала российской телевизионной и радиовещательной сети РТПЦ Республики Крым. Ну а дальше мы продолжаем наш эфир и переходим к новостям из интернета, которые собрали для вас наши корреспонденты. Вот что значит качество на века. Спецназ безуспешно пытается пробить барьер между комнатами. Это видео – лучшая реклама для производителей дверей. Изделием не страшен даже натиск американских силовиков. Кто сказал, что заниматься боевыми искусствами могут только люди? У этого кота получается ничуть не хуже. Интересно, кем же он вдохновился – Джеки Чаном или кунг-фу пандой? Ловкость рук, скорость ног и никакого мошенничества. В Джорджии прошли соревнования пожарных служб. Сноровки огнеборцев могут позавидовать даже гимнасты. Пока на страже безопасности такие профессионалы, город может спать спокойно. Чтобы выполнять опасные трюки, не обязательно иметь спортивную машину. Подойдет и Паппин-трактор. С такими навыками можно и в форсаже сниматься. Жаль, что в сборке урожая эти умения не помогут. Походка – основное умение модели. Она привлекает внимание и завораживает. Немецкий манекенщик Леон Дам прошел подиум, сгорбившись и шатаясь из стороны в сторону. Тем не менее, взгляда от него было не оторвать. Торнадо – одно из самых ужасных и непредсказуемых природных явлений. Ученые до сих пор спорят о причине их возникновения. Но одно можно сказать точно. У человека, который снимал это видео, стальные нервы. Ну и еще раз хотели бы выразить благодарность компании «Фавила» за предоставленную нам эту мебель, благодаря которой мы здесь в зимнем саду чувствуем себя очень комфортно и уютно. Ну и, конечно же, сказать спасибо. Хочется Академии строительства и архитектуре за предоставленную нам такую необычную студию. Многие говорят, сравнивают с джунглями. Действительно, это так, но называется это «Зимний сад». Здесь мы находимся и отсюда начинается наше утро. И этим утром обязательно нужно рассказать о том, что близится перепись населения. Предыдущий, кстати, такой процесс был в 2014 году. Но вот сейчас это все пройдет массово. Причем, что интересно, охват вся Россия, вся страна. И заниматься этим будут волонтеры на добровольных началах. Кстати, в прошлые годы этим занималось порядка 7-8 тысяч добровольцев. А в этот раз процесс оптимизировали и будут заниматься этим всего лишь 3 700 человек. Ну, сказали, что посчитают абсолютно каждого. Ни про кого не забудут, это точно. Но, кстати, есть у нас те люди, которые, к сожалению, не имеют не только работы, но и своего жилья. Как сегодня они живут? Кто им помогает? И на какие средства? Об этом более подробно расскажет Ольга Литвиненко в своем следующем сюжете. У Григория Панинова сегодня на обед рис и котлета. Каждый день мужчина приходит к пунктам помощи малоимущим за обедом. На улице он не живет. Но прокормиться на минимальную пенсию – задача не из легких. Если бы не вот эти кормления, то тогда можно на ноги притянуть. Вот спасают вот здесь, в парк Шевченко, на привозе в подвале. Для того, чтобы получить заветную порцию горячего обеда, нужно отстоять небольшую очередь. Как часто вы здесь базируетесь? Сколько раз в неделю вы ближаете? Два раза в месяц. Первую, вторую, пятницу в два часа. А что в основном вы готовите? Рис. Сейчас помидоры, а вообще салат из капусты. Потом вот здесь у нас котлеты из гороха. Владимир Черноусов также приходит на улицу Войкова по пятницам. Именно в этот день волонтеры привозят горячую еду. По профессии он строитель. После того, как мужчину сократили, найти новое место не вышло. Он вынужден перебиваться непостоянными заработками. В столовую ходили питаться, консервы брали. Ну, с 2002 года как сократили, вот сколько, 17 лет, вообще никому мы не нашли. Вообще никому. Куда не обращались? Пунктов помощи малообеспеченным по городу немало. Оказать содействие здесь готовы как в будний, так и в выходной день. Сегодня к передвижной кухне за горячие порции пришло около 30 человек. Организаторы уверяют, если нуждающихся будет в два раза больше, все равно голодным не останется никто. Волонтерские организации в крымской столице оказывают всевозможную помощь нуждающимся. Их кормят, одевают и оказывают материальную поддержку. Часто в поисках пропитания малоимущие люди выходят на улицы города. Кофта не по размеру, синие круги под глазами, изношенные штаны. Помогут и нам создать подходящий образ. Сейчас проведем небольшой социальный эксперимент и проверим, насколько симферопольцы и гости города готовы помочь нуждающимся. Мы приехали на бульвар имени Ленина в разгар рабочего дня. Уличное движение здесь оживленное. Студенты, офисные сотрудники, пенсионеры. Все спешат по своим делам. Но среди суматохи неравнодушные все же нашлись. За 20 минут, проведенных здесь, ко мне подошло 4 человека. И подали порядка 40 рублей. Оказалось, не все так плохо. Почитав прибыль, можно предположить, что за день получится собрать около 1000 рублей. Не так уж и мало. Часто к такому заработку прибегают недобросовестные граждане. Чтобы помочь малоимущим людям, не обязательно подавать милостыню. В каждой семье найдутся вещи, которые можно подарить нуждающимся. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Всем жителям Крыма, тем, кто присоединился к нашему эфиру, желаем еще раз доброго, бодрого утра. И напоминаем, что еще целый час вы его будете проводить, встречать в нашей компании. А для вас сегодня работают Стефан Филатов и Салия Салямова. Поэтому предлагаем вам уютнее устраиваться перед своими телевизорами, обязательно заварите чашечку кофе или чая и, конечно же, настроитесь на ближайший час. А прямо сейчас предлагаем вам узнать, что же подготовили наши корреспонденты и о чем расскажем в ближайшие 60 минут. Вечернее или дневное, групповое или индивидуальное. Обучиться вождению пол-дела. Как избавиться от страха и стать настоящим водителем, узнавала Ирина Борилюк. Сотни деревьев, пруды и необычная архитектура вместо руин. В 2020 году начнется реконструкция уникального исторического памятника Максимова дача. Без определенного места жительства Ольга Литвиненко прочувствовала на себе, что значит остаться на улице. 48-й день рождения электронной почты. Благодаря инженеру Рею Томлинсону весь мир получил возможность общаться на расстоянии. Экскурсии по святым местам и насыщенная праздничная программа. Крымская болгарская национально-культурная автономия готовится к 25-летнему юбилею общины. Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Ну а я напоминаю, что наша импровизированная студия расположилась в зимнем саду Академии архитектуры и строительства. И несмотря на то, что мы находимся в таких диких джунглях, выглядим мы и чувствуем, конечно же, себя по-домашнему, а это благодаря нашему мебельному партнеру компании «Фавила». Да, ну а прямо сейчас я предлагаю перейти к новостям. Крымский мост теперь на связи. На острове Тузла ввели в эксплуатацию базовую станцию, обеспечивающую покрытие услугами мобильного оператора. С момента запуска автомобильного движения по Керченскому мосту этим путем воспользовалось 7,5 миллионов машин. И, соответственно, возрос спрос на пользование мобильной связью, сотовой связью. И какие же меры для этого предпринимаются, знают наши корреспонденты. «Полное покрытие, передача данных 3G». Единственную базовую станцию мобильной связи на острове Тузла построили недавно. С активным этапом строительства железнодорожной части моста появилась техническая необходимость перенести вышку. В связи с тем, что построен Крымский мост, начал он экранировать много железа. Мы перенесли для улучшения покрытия всего Крымского моста базовую станцию на другую сторону. 1 октября после завершения тестовых испытаний комплекс приемопередающей аппаратуры заработал в полноценном режиме. 19-километровая транспортная артерия, соединяющая Крым с материком, теперь снабжена устойчивой мобильной связью. На протяжении всего Крымского моста работает покрытие формата 2G, 3G и новейшая технология – LTE. Радиус действия вышки порядка 10 километров. Оборудование позволяет не только без проблем осуществлять звонки, но и пользоваться скоростным интернетом. Я надеюсь, что теперь и сами крымчане, и гости нашего полуострова на протяженности всего Крымского моста всегда будут на связи и смогут делиться со своими родными и близкими впечатлениями от этого замечательного сооружения. Эта базовая станция позволит улучшить качество мобильной связи и в населенных пунктах на побережье Керченского пролива. В планах мобильного оператора обеспечить покрытием наиболее важные объекты инфраструктуры. До конца года они планируют продолжить монтаж базовых станций на трассе Симферополь-Ялта. Также обеспечивают устойчивую мобильную связь и покрытие трассы Таврида. Тоже с нашей помощью, с помощью глав администрации непосредственно, потому что это выделение сервитутов. Установка базовых станций в Восточном Крыму продолжится в начале 2020 года. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керченский пролив. За ближайшие три года в республике построят семь новых детских садов в рамках национального проекта «Демография». Все объекты находятся в разной степени готовности. По некоторым остаются вопросы к подрядчику. Где и главное, когда откроют свои двери, детские садики и для самых маленьких крымчан узнавал Александр Федорчак. В семье Хищенко очень скоро произойдет долгожданное событие. Лилия во второй раз станет мамой. Пол будущего ребенка пока не знает, но будущее его и своего старшего сына планируют сейчас. Недавно семья переехала в новый микрорайон Симферополя. Хочет впоследствии поменять не только место жительства, но и места учебы для своих детей. Мы этого очень ждем, хотим, думаем, что там будет очень хорошая инфраструктура. Для детей будет все, кружки, продленки, что нам очень нужно. Новая школа неподалеку от дома скоро откроет свои двери для малышей. Вот эту строящуюся школу уже видно издалека. Снаружи идут активные работы по благоустройству. Подрядчик оценивает готовность на 90%. Уже в декабре она откроет свои двери, а в новом учебном году сюда смогут впервые зайти 1100 детей. На заднем дворе стелют современный искусственный газон для игры в футбол. А рядом устанавливают баскетбольную площадку. Внутри уже отмывают готовые помещения. Школу обещают укомплектовать вплоть до иголок и ниток. А по соседству детский сад. Его готовность значительно ниже. Еще идут работы по устройству фасада и укладке плитки на прилегающей территории. Подрядчик в своих силах уверен, сдадут до конца года. Строительно-монтажные работы по школе составили сумма контракта 572 миллиона рублей. Из них на данный момент освоено 492 миллиона. По детскому саду сумма контракта 167 миллионов рублей. И на данный момент освоено 67-68. То есть остаток около 100 миллионов рублей. Один в 2019, пять в 2020 и еще один в 2021. Это сроки сдачи детских садов в рамках нацпроекта «Демография», который впервые реализуется в Крыму. При условии, если подрядчики уложатся в сроки. Качеству работ небольшие нарекания все-таки остаются. Особенно во время проверок. Вот эти отверстия, вам тоже экстретизма нужна, чтобы задавать? Нет, конечно. А чего тогда вы мне задаете эти вопросы? Сделайте все, что вы можете делать. Вопросом работы с подрядчиками неоднократно уделял внимание глава Крыма Сергей Аксенов. К практике работы с единым исполнителем уже приступили при ремонте дорог. Такую же инициативу обсуждают и в Министерстве строительства. Уже готовится обоснование для правительства страны. Иногда мы, к сожалению, не можем расторгнуть контракт, связанный с финансированием и сроками. При том, что у нас подрядчик регулярно подводит, срывает сроки, мы его штрафуем, но расторгнуть контракт не всегда получается. В Минстрое считают, что единым подрядчиком должна быть крымская компания. Это даст возможность активнее контролировать исполнителей и избежать существующих рисков. Александр Федорчак, Рустам Файзулин, Новости 24. Режим взлетный. Евпаторийский авиаремонтный завод выполнил свой первый заказ для Российской Федерации по восстановлению самолета Су-25. Предприятие уже отправило в воинскую часть на север страны первый штурмовик. А их, кстати, поступило на реставрацию всего шесть. Более подробно об этом расскажет наш корреспондент Михаилий Налепко. Марс Ахмедшин 65 лет жизни посвятил авиациям. Больше 30 работает на Евпаторийском заводе. Должность ответственная. Контролирует качество ремонта самолетов. О них может рассказывать часами. О них только модели, которые пришлось восстанавливать с десяток. Ягг-36, Ягг-38 вертикальный взлет. Су-25, Ан-24, 26, Ан-12. Евпаторийский авиационный ремонтный завод – одно из старейших предприятий города. Ему исполнилось 93 года. После развала Союза долгое время перебивался частными заказами. И только в 2015 предприятие получило первый государственный на ремонт трех самолетов Бе-12. Чуть позже с материка сюда доставили и несколько штурмовиков. Легендарный Су-25 впервые приземлился на взлетную полосу авиаремонтного завода три года назад. Подобные самолеты здесь не ремонтировали более 25 лет. Этот штурмовик – один из шести поступивших на ремонт. Сейчас он находится на этапе сборки. Следующий шаг – монтаж крыльев и установка двигателей. А уже через месяц начнутся испытательные полеты. Первый Су-25 уже отремонтировали. Четыре испытательных полета прошли успешно, и самолет улетел в воинскую часть для выполнения боевых задач. Сейчас к передаче готовится второе воздушное судно. Чтобы вернуть машине былой вид инженерам, пришлось разобрать ее буквально до винтика. Поступает к нам самолет с воинских частей, частично разокуплектованный, с повреждениями. Мы производим тщательную дефектацию, разборку и расцеховку по остальным нашим цехам для ремонта агрегатов, комплектующих. Находящиеся сегодня в Евпатуре еще четыре штурмовика обещают отремонтировать до конца 2020 года. Будем искать другие виды работ, которые позволят сохранить коллектив боеспособным, не растерять тех специалистов, которые у нас есть. Сотрудники завода в свое предприятие верят, готовы расти и развиваться дальше. В Крыму очень много воинских частей, где эксплуатируют самолеты, авиационную технику. И с точки зрения, то есть мы близко находимся к многим воинским частям. И потому у нас, я считаю, очень удачное расположение, нам нужно в этом смысле развиваться. Осваивать виды техники, которые эксплуатируются в Крыму. Один из крупнейших налогоплательщиков Евпатории – перспективный авиационный завод Крыма. Сегодня находится в стадии приватизации и перехода в состав государственной корпорации по производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Михалина Лепко, Евгений Ефимов, Надежда Шишко, Борис Душенин. Новости 24. Евпатория. Котельные Ялты полностью готовы к отопительному сезону. Всего в пользовании Крымтеплокоммунэнерго их, кстати, находится 130. И все они уже на 100% готовы к отопительному сезону. И, кстати, обеспечат теплом они 2853 жилых многоквартирных дома. Я надеюсь, что кому-нибудь станет немного теплее от этой новости, от мысли, что уже скоро отопительный сезон стартует, потому что действительно утром есть такая прохлада. Но мы, девушки, как правило, очень позитивно к этому относимся, все-таки знаем. Холодные температуры, они дольше сохраняют нашу природную свежесть. Так что котельные, пожалуйста, включайте, но тоже есть всему свои плюсы и минусы, как говорится. Но не только котельные готовятся к отопительному сезону, не только к изменениям, а также и природа готовится к зиме. Поэтому предлагаем прямо сейчас узнать синоптическую картину этого дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы очень часто обращаем внимание на проблемы в городах. И вот следующие фото являются фактом тому, что от нашего внимания не ушло. И горы мусора, которые находятся, к сожалению, возле детской площадки. И как сообщают сами жильцы этих дворов, что мусор появляется, конечно же, благодаря самим жильцам, которые приносят строительный мусор. И в итоге скапливаются просто огромнейшие свалки. Коммунальное предприятие на протяжении двух недель эти горы мусора не вывозит. И люди уже предполагают, многие предполагают, что аргументируют эту ситуацию тем, что помимо бытовых отходов, там появляются и строительные. Кстати, напомним, что этого делать нельзя. Процедура здесь такова. Если вы хотите утилизировать, вывести строительные отходы, то первонаперво нужно обратиться в коммунальное предприятие, заполнить там бланк, оплатить эту всю процедуру и потом уже его вывозить. А то, что творится в некоторых наших дворах, конечно, просто уму непостижимо. И такие горы продолжают расти. А это же, опять же, и запахи, да, своеобразные? Конечно. Это имеет огромное количество минусов, а вот плюсы я, наверное, даже не назову от того, что во дворе есть свалка. И вас, наши зрители, мы призываем, если вы стали свидетелем такой же проблемы, а может быть, какой-нибудь другой, которая разворачивается на наших глазах, делитесь с нами в социальных сетях. Мы обязательно это покажем на весь Крым. Давайте это озвучивать и, надеюсь, вместе у нас получится решить некоторые проблемы. Идем дальше. В Симферополе состоялся конкурс, конкурс необычный, конкурс на лучшего водителя такси 2019. И, кстати, проводился он во всей России. Да, очень интересно, по каким критериям отбирали таксистов. Может быть, по разговорчивости, по их историям, которые они рассказывают, потому что такси периодически приходится пользоваться. И действительно, самые разные встречаются водители, очень интересные люди. С ними приятно пообщаться. Знаешь, Саль, вот по каким критериям отбирали лучших из лучших, непонятно. Но вот на чем хочу заострить внимание, что третье место занял мужчина с фамилией Швыткий, что в переводе с украинского языка означает «быстрый». Быстрый. Видимо, быстрым он не настолько оказался, чтобы до первого места подняться. Но третье – это тоже призовое, это тоже победитель. Но настала пора подводиться к нашему мобильному корреспонденту, который уже с самого утра дежурит на улицах столицы и готов рассказать нам о чем-то актуальном. О чем конкретно мы сейчас узнаем. Сабина, доброе утро. Нам подсказывают, что по техническим причинам пока что не получается связаться с Сабиной. Мы это сделаем чуть позже. Надеемся, что интернет наладится. А пока предлагаю обсудить следующую новость. Да, сейчас мы поговорим о том, что цены в Крыму на жилье стремительно растут. И этот рост начался еще летом. Продолжается он и до сих пор. В среднем сумма выросла на 2000 рублей за квадратный метр. Да, это дорого. И пока что в Южном округе действительно самые высокие цены. Мы буквально вчера говорили, что здесь же продаются самые дорогие квартиры. Так, сумма просто словная по 240 миллионов рублей. Я даже не знаю, сколько нам надо будет лет копить. Наверное, тысячи лет надо будет, чтобы накопить на такой пентхаус. Ну, а сейчас предлагаем узнать о Максимовой даче. Я думаю, что ее стоимость будет не меньше. Хотя бы в историческом плане. Бассейны, пруды, необычная архитектура, а вокруг сотни деревьев. Сегодня увидеть это место таким можно только на старых снимках и в кино. Доки на территории нынешнего севморзавода строились с того камня, который здесь добывался. После того, как док был построен, деньги все были оправданы, израсходованы. Вот этот карьер был подвергнут благоустройству. Благоустройством занимался архитектор Валентин Фельдман и сотрудники Никитского ботанического сада. За несколько лет территория пустынной хомутовой балки превратилась в уникальный усадебный комплекс с ландшафтным парком. Это было не только излюбленное место севастопольцев, но и частная собственность городского головы Алексея Максимова. Отсюда и название Максимова дача. Более полутора тысяч реликтовых растений со всех уголков полуострова. Особая система полива и орошения. От былого великолепия остались только обрывки истории. Мы сейчас стоим возле такой емкости бетонной, которая снаружи обложена диким камнем. Сверху сделан ажурный мостик, а внутри проложен водопровод. То есть мы до сих пор видим там труба, причем с резьбовым сочленением, которое сохранилось с времен Максимова. Территория парка больше 80 гектаров. Все разделено на ландшафтные зоны. Видно, что проект был продуман до мелочей. Здесь был дом Максимова. Здесь были винодельня, целый винзавод у Максимова был. Были виноградники, разбитые на этих склонах. И были площадки отдыха. Интересно, что в дизайне архитектор использовал образы природных памятников Крыма, которые все еще можно распознать среди руин. Здесь можно увидеть зубцы и петри. Здесь можно увидеть дырявый мыс Мангут-Кале. Здесь можно увидеть очертания Чухут-Кале. Все это архитектор выложил из этого дикого камня, добытого здесь же в карьере. За время существования парк пережил революцию и две войны после 1920-го. Здесь нашли приют-беспризорники. А во время Великой Отечественной был военный госпиталь. Подземные укрытия использовались во время бомбардировок. Но здесь раненые бойцы с передовой проходили лечение. Либо перед эвакуацией на Большую Землю, либо перед возвращением на боевые позиции. В 1942-м при бомбежке погиб врач госпиталя Долидзе. Его могила единственная именная. Все остальные захоронения братские. Рядом с памятником – гостевой домик. Точнее, то, что от него осталось. В начале 90-х его дважды пытались отреставрировать. Архитекторы сделали такой проект, что следы попадания снарядов, осколков авиабомб здесь вырубали, вычищали. Потом сюда должны были вклеивать камень. Должны были, но проект заморозили. А парк облюбовали вандалы. Потомкам они оставили следы от костра, горы мусора и неприличные надписи. Сейчас сложно поверить, но чуть больше ста лет назад все эти бассейны и фонтаны работали. На концертных площадках звучали духовые оркестры, местные устраивали поэтические вечера и отмечали праздники. После смерти Алексея Максимова долгое время усадебный комплекс и парк оставались бесхозными. Теперь территория принадлежит государству. Реконструкцию планируют начать в 2020 году. На ремонт исторического памятника выделили порядка 600 миллионов рублей. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня. И в Симферополе стартовала благотворительная акция, которая называется «Поможем детям». Предлагают присоединиться всем желающим. В администрации отметили, что помогать будут в первую очередь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И это мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. В общем, помочь можно любыми канцелярскими товарами, ручками, тетрадками, карандашами, фломастерами, пластилином. Ну, а также, конечно же, вещами и игрушками. Это тоже не помешает. Сбор всего необходимого будет производиться с 9 до 17 часов по улице Трубаченко, 14. И, как я уже сказала, это будет акция длиться не один день, поэтому каждый может успеть к ней присоединиться. Ну, а прямо сейчас я предлагаю вам посмотреть нашу следующую рубрику под названием «Хронограф», где мы расскажем о дне рождения электронной почты, ведь я уверена, электронной почтой пользуется абсолютно каждый. 2 октября 1971 года – день рождения электронной почты. Ровно 48 лет назад инженер Рей Томлинсон отправил первое в мире электронное сообщение. Изобретатель стал автором значка «Имейл» или «Собачка». Символ в каждой стране имеет свое название. В Израиле его именуют штруделем, в Италии – улиткой, а в Венгрии – и вовсе червем. Благодаря электронной почте появились и смайлы. Идею оживлять текстовые сообщения эмоциями впервые воплотил другой программист – Кевин Маккензи. Любопытно, что первым из мировых лидеров, воспользовавшимся электронной почтой, стала консервативная английская королева Елизавета II. По данным статистики, люди ежедневно отправляют друг другу 267 миллиардов электронных писем, по 36 в день от каждого жителя планеты. У нас приближается еще одна значимая дата, во время которой абсолютно каждый может вспомнить о своем любимом педагоге и, конечно же, его поздравить с Днем Учителя. По этому поводу сегодня говорим с Оксаной Красниковой, заместителем министра образования, науки и молодежи Республики Крым. Здравствуйте, Оксана Валентиновна. Скажите, пожалуйста, не хотелось бы начинать, конечно же, с проблем в сфере образования, но, тем не менее, давайте немножко коснемся и этой темы, какие сегодня существуют проблемы. Вот что надо решить, чтобы учителя сегодня почувствовали себя просто превосходно на своей должности, на своем месте? Ну, я так думаю, без проблем не бывает жизни. Не бывает, да. Не бывает жизни без проблем. Поэтому, а проблемы у нас повседневные, это и проведение ремонтных работ, и модернизация учебных заведений, оснащение современным оборудованием, обеспечение обучения учителей на курсах для того, чтобы они могли новые технологии, новые современные методы обучения применять после, пройдя такие курсы повышения квалификации. Так что, ну, все проблемы решаемые. Я помню свои годы, конечно же, и школьные, и студенческие, и помню, как это у нас происходило в техническом плане. Мы переходили на интерактивные доски. Это было очень удобно, потому что учителям могли демонстрировать и какие-то познавательные фильмы, и в том числе, конечно же, показывать это все наглядно делать, то есть не только с помощью книг. Сегодня вот в этом плане, мне хотелось бы узнать, меняется что-то? Конечно, современные технологии заходят в учебный процесс, они развиваются с каждым днем, и система образования не должна отставать от современных технологий, потому что за ними будущее. Это электронные учебники, это и самые современные компьютерные программы, самые современные компьютеры, на которых обучаются наши учащиеся. И вот сегодня как раз день работников системы среднего профессионального образования. Это наши преподаватели техникумов и колледжей, но не те, кто только учат, но и те, кто учатся. Сегодня их большой праздник. Техникумы и колледжи – это большой блок в системе образования Республики Крым. Это почти 30 тысяч студентов и около 7 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения, которые готовят таких специалистов. И, конечно, в этой системе современные технологии, внедрение современных технологий, оно действительно вот настолько необходимо, потому что наши ребята идут после завершения обучения, они идут на предприятия, идут в организации, где им непосредственно нужно уже садиться или становиться за станок, и, что называется, пользоваться этими технологиями. Сегодня вот это звено среднее образование, я имею в виду колледжи, да, те же самые ПТУ, насколько они пользуются популярностью? Потому что раньше все-таки все пытались попасть в ВУЗ, но потом поняли, колледжи дают хорошее образование, хорошую в итоге потом работу. Хорошую профессию, действительно перспективная, и на сегодняшний день специалисты среднего звена, они очень нужны. Любое предприятие, любая организация нуждается в квалифицированных сотрудниках, и постепенно и отношение к колледжам, к техникумам меняется. Сегодня уже в этом году показателем этого стала вступительная кампания, когда у нас на одно бюджетное место было до 10-11 человек. Не в каждом высшем учебном заведении есть такой конкурс, а это уже о многом говорит. Может быть, тогда это говорит о том, что надо увеличивать количество колледжей и открывать больше государственных? Колледжи, конечно, у нас большинство колледжей, это государственные учебные заведения, либо федерального уровня, либо республиканского уровня, их очень много. Ежегодно у нас выделяется почти 8 тысяч бюджетных мест для наших детей, для крымских детей. В последнее время у нас, что еще следует отметить, что из других субъектов приезжают учиться в наши техникумы и колледжи, потому что наше образование действительно высокого уровня, на достойном уровне. Наши преподаватели работают и обучают. Об этом свидетельствует и участие наших студентов в профессиональных конкурсах, в профессиональных олимпиадах, где мы достаточно достойно представляем республику Крым. Конкурс WorldSkills, который, наверное, уже у многих на слуху, и все об этом знают. Наши ребята привозят медальоны за профессионализм, за профессиональное мастерство. И это тоже отрадно и говорит о высоком качестве образования, которое на сегодняшний день в нашей системе СПО есть. Но все-таки не могу не затронуть такую вот больную тему. Это касается дипломов. Могут ли с нашими дипломами потом ребята выезжать за границу? Ну, вы знаете, если реально смотреть на вещи, большинство наших выпускников остается работать здесь, потому что на сегодняшний день экономика республики Крым развивается, и ребята востребованы здесь. Как говорят, где родился, там и пригодился. Уезжают вы куда-нибудь? Уезжают, конечно, выезжают и в Российскую Федерацию. Наши ребята победители конкурсов, они очень востребованы. У нас предложения от работодателей и из Москвы, и из Питера есть. В том числе из-за рубежа на конкурсах по хлебопечению. Студенты Романовского колледжа индустрии и гостеприимства у нас стали победителями. Наши ребята, которые выезжают на WorldSkills, их видят, их оценивают, их приглашают на достойную заработную плату, на достойное ведучее предприятие Российской Федерации и за рубежом в том числе. Ну, хлеб действительно в Крыму, мне кажется, самый вкусный, стоит это признать. Это правда. На какие еще профессии пользуются спросом? Вы знаете, практически очень многие, ну, то, что я сказала, очень большой конкурс был в этом году. Это медицинское направление, это туризм, это автодело, это все, что связано с компьютерным делом. Достаточно высокий конкурс был на технологию производства, технологию виноделия, технологию хлебопродуктов, технологию мясных переработки, мясных продуктов. То есть у нас практически все специальности и профессии, они очень востребованы. Как я говорю всегда, наши студенты, наши абитуриенты голосуют ногами за систему среднего профессионального образования, приходя на обучение. А вот что касается кадрового состава педагогического, здесь нет каких-то пробелов, как это происходит в школах, например? Вы знаете, действительно хороший преподаватель, он ценится и в школе, и в колледже, потому что это очень важно, и он такое количество молодых специалистов выпускает в жизнь, что наши руководители учреждения обращают на это особое внимание. За последние 6 лет система среднего профессионального образования омолодилась на 30%. То есть выпускники, которые заканчивают обучение, проходят серьезную систему, в том числе и конкурсных конкурсов WorldSkills. А это не только дети в конкурсах участвуют, но и наши педагоги проходят обучение и получают уровень эксперта, который может оценивать эти конкурсные работы, соответственно, повышают и свое профессиональное мастерство. Вот наши кадры омолодились на 30%, и, конечно, обучение, обмен опытом, выезды в другие субъекты, и в том числе и к нам приезжают из других субъектов обмениваться опытом. Поэтому каждый день профмастерство наших преподавателей, оно растет. Вот вы очень много говорите о конкурсе WorldSkills. Скажите о нем более подробно, что это за конкурс? Потому что, наверное, все-таки к нему отношения имеют сами ребята, непосредственно отправляющие туда свои заявки и заинтересованные в этом конкурсе. Конечно. Но на сегодняшний день это самый знаковый конкурс в Российской Федерации, самый серьезный конкурс профессионального мастерства. Конкурс начинается в каждом учебном заведении, проходит отбор. Лучшие ребята идут на республиканский уровень, и далее наши ребята, победители, принимают участие в отборочных всероссийских соревнованиях. Это конкурсы, которые проводятся по мировым стандартам. То есть самые современные технологии, самые современные какие-то методики, они используются в конкурсных заданиях, и наши ребята должны показать свой уровень обучения, продемонстрировать ее, как они подготовлены, насколько они могут серьезно прийти на производство и сразу приступить к исполнению обязанностей. А уже стандарты WorldSkills, которые отрабатываются в этих конкурсных процедурах, они применяются в учебном процессе. То есть таким образом учебный процесс все время идет за развитием общества, за развитием экономики, за развитием современных технологий, все время обновляется, с каждым годом, после каждого конкурса. У нас меняются задания, у нас меняются программы. Но все-таки как меняется сегодня звено среднего образования? Вот если брать, например, в период 10 лет, то если сравнивать тот период и этот, насколько сегодня меняется в конече? Вы знаете, это очень серьезные изменения, которые, наверное, невозможно не заметить, и, наверное, их отмечают все. Если, вот как вы говорите, 10 лет назад основные профессии, которые были, это в основном те, которые не требовали серьезных затрат, потому что не было такой возможности учебных зарядений. Я так понимаю, парикмахеры это были? Парикмахер, маникюр, педикюр. Конечно, всегда были продавцы, конечно, всегда были строители. Только те материалы и те оборудования, которым они использовали при обучении, оно, конечно, оставляло желать лучшего. Сейчас наше учреждение практически около миллиарда рублей за последние 5 лет вложено в систему среднего профессионального образования. Это и современное оборудование, и проведение ремонтных работ, поэтому, конечно, это то, что все видят. То, о чем я сказала, изменение программ, очень серьезное, которое позволяет нашим ребятам быть, так скажем, на гребне волны, и пользоваться, и обучаться на самом современном оборудовании, самым современным технологиям. Что еще хочется отметить, что действительно у нас немножко, не немножко, а достаточно серьезно изменилась система работы с работодателями. Если работодатели раньше считали о том, что им обязаны подготовить специалистов, и какие придут, такие придут, а потом на них жаловались, то сейчас наши работодатели активно участвуют в рабочем процессе, они участвуют в формировании рабочих учебных программ в вариативной части, они участвуют в государственных экзаменах, они активно берут наших ребят на практику. И вот такое взаимодействие, оно позволяет вот именно подготовить того специалиста, который на сегодняшний день нужен работодателю, а, соответственно, нашему выпускнику приятно прийти на предприятие, с которым он уже тоже знаком, и там, где его знают. Оксана Валентиновна, ну я вижу такие огромные позитивные изменения, это не может не радовать. Но сегодня у нас есть повод с вами все-таки еще раз обратиться ко всем представителям среднего профессионального образования, да, это как учащиеся, так и сами педагоги, и поздравить их с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. Знаете, мы действительно гордимся системой среднего профессионального образования Республики Крым, и хочется поздравить всех, кто причастен к этому празднику, кто учит и кто учится. Пусть у них все складывается хорошо, чтобы это люди, которые болеют своим делом и живут своим делом, поэтому всегда хочется пожелать, чтобы они были здоровы, и чтобы у них были возможности для дальнейшего развития. Потому что развитие нашего среднего профессионального образования это наша повседневная уютная жизнь, это те специалисты, которые выходят и помогают нам каждый день в нашей жизни. Спасибо большое, мы только можем присоединиться к вашим словам, мне кажется, лучше и не скажешь. Я напомню, у нас сегодня в гостях Оксана Красникова, заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым. Мы двигаемся дальше. И прямо сейчас предлагаем посмотреть вам новости всемирной сети, которые для вас отобрали наши корреспонденты. Вот что значит качество на века. Спецназ безуспешно пытается пробить барьер между комнатами. Это видео – лучшая реклама для производителей дверей. Изделием не страшен даже натиск американских силовиков. Кто сказал, что заниматься боевыми искусствами могут только люди? У этого кота получается ничуть не хуже. Интересно, кем же он вдохновился? Джеки Чаном или кунг-фу пандой? Ловкость рук, скорость ног и никакого мошенничества. В Джорджии прошли соревнования пожарных служб. Сноровки огнеборцев могут позавидовать даже гимнасты. Пока на страже безопасности такие профессионалы, город может спать спокойно. Чтобы выполнять опасные трюки, не обязательно иметь спортивную машину. Подойдет и Паппин-трактор. С такими навыками можно и в форсаже сниматься. Жаль, что в сборке урожая эти умения не помогут. Походка – основное умение модели. Она привлекает внимание и завораживает. Немецкий манекенщик Леон Дам прошел подиум, сгорбившись и шатаясь из стороны в сторону. Тем не менее, взгляда от него было не оторвать. Торнадо – одно из самых ужасных и непредсказуемых природных явлений. Ученые до сих пор спорят о причине их возникновения. Но одно можно сказать точно. У человека, который снимал это видео, стальные нервы. Так, ну и еще одна новость, которая касается сегодняшнего дня. Как мы сказали, уже сегодня отмечается День работника среднего профессионального образования. А также сегодня в Симферополе на водохранилище будут проходить учения личного состава МЧС по Крыму. В Крыму дан старт всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Она будет проходить два дня и приурочена ко Дню гражданской обороны, который отмечается 4 октября. Кстати, нужно отметить, что первый день таких учений был вчера. И первую часть мероприятий вчера выполнили все. Это был ранний подъем и какие-то немыслимые испытания, с которыми нужно отметить, что наши МЧСники справились. И сегодня они будут продолжать показывать уровень своих навыков и доказывать, что не просто так они носят такое доблестное название, как спасатели. Да. И прямо сейчас мы предлагаем перенестись не на Симферопольское водохранилище, нет, на улице Симферополя, где находится наш мобильный корреспондент Сабина Петренко. Она уже заждалась, чтобы рассказать нам что-нибудь интересное. Еще раз доброе утро, Сабина. Доброе утро, студия. Доброе утро, наши дорогие телезрители. А я бы хотела немножечко поговорить об этом замечательном месяце, октябре. Вот. И, конечно же, я нахожусь сейчас недалеко от улицы Октябрьская. И хотелось бы также заметить, что погода уже значительно улучшилась и температура воздуха повысилась. И Октябрьское солнышко уже радует наш Симферополь. Но хотелось бы поговорить и о том, что совсем скоро наш световой день пойдет на убывание. И уже через короткий промежуток времени вечер будет становиться очень быстро. А вот светать будет достаточно поздно. Но также по поводу света хотелось бы немножечко еще заметить, что совсем недавно на официальном сайте ГУПРК Крымэнерго была опубликована новость, что в октябре будут проводиться очень глобальные ремонтные работы. Это будет связано с полным изменением электрооборудования. Конечно, эта новость хорошая, но есть в ней и свои минусы. А именно такие, что Симферополь, особенно некоторые районы, будут отключать. Но вы не переживайте, в любом случае отключать их будут не повсеместно, а по списку. А для того, чтобы посмотреть, когда именно будут отключать ваш район, вам нужно всего лишь зайти на официальный сайт ГУПРК Крымэнерго. Возможно, может случиться даже такое, что вашего района там не обнаружится. И можно считать, что вам повезло. Ну а также хотелось бы еще сказать о том, что в любой ситуации, какая бы у вас ни произошла, нужно всегда быть оптимистом и положительно относиться к любым изменениям в вашей жизни. Ну а на этом мое прямое включение уже подходит к концу. И, конечно, хотелось бы еще раз передать слово коллегам. И я уверена, что им еще точно не начнем рассказать. Спасибо, Сабина. Но прямо сейчас с улицы Симферополя мы перенесемся в ночное небо и увидим необычное зрелище. Это дроны. Что бы вы ни подумали, это дроны. Сразу должен об этом рассказать. И вот такой метод управления ими вскоре может даже заменить фейерверки. Потому что фейерверки все-таки это дело затратное, стоит дорого. Экологи не все одобряют такой подход. А вот дроны 100 штук взлетели. Показали фигуры высшего пилотажа. Показали 3D-геометрические фигуры. Причем показали также цветы, созвездия и некоторые вещи, которые я, к примеру, охарактеризовать не могу. Конечно же, меня больше всего удивляет о том, как это слаженно, синхронно все происходило. Причем во время исполнения ни один дрон не выбился из работы. То есть картинка ни разу не была нарушена. И это просто удивляет и это завораживает действительно. Мне кажется, это какое-то чудо. Ну и сейчас хотелось бы еще привести некоторые цифры, рассказать, чему и о чем важно. Некоторые примеры чудес. Я даже продолжу твою мысль. Потому что поговорим мы сейчас о людях, которые ежедневно делают чудо. Они спасают человеческие жизни, спасают других людей. Да. Как выяснилось, что в Крыму работает 8741 врач. Это без учета стоматологов. Это действительно огромная цифра. Хотя все-таки, ну, стоит признать, сегодня врачей не хватает. Вот нужны нам такие специалисты. Такое область. Тем не менее, стоит отметить, что сфера медицины на полуострове развивается. Появляется новое оборудование. Едут и из материковой части сюда профессионалы. Кстати, каждый четвертый, обращу ваше внимание, каждый четвертый специалист, каждый четвертый врач работает сейчас в сельской местности. Здорово. Тем более, недавно у нас была программа «Земский доктор». Она и сейчас действует, которая привлекала врачей именно в такие труднодоступные местности. И даже предлагала им немаленькую сумму жилье для того, чтобы они работали. То есть, таким образом их стимулировали для работы в селе. Ну, а сейчас я предлагаю посмотреть наш следующий сюжет. Он расскажет о людях, которым в жизни, наверное, повезло чуть меньше. К сожалению, у многих из них нет ни своей семьи, ни работы, ни возможности получить медицинскую помощь. А у некоторых нету даже жилья. Как они сегодня справляются? И в их истории узнала наш корреспондент Оля Литвиненко. У Григория Панинова сегодня на обед рис и котлета. Каждый день мужчина приходит к пунктам помощи малоимущим за обедом. На улице он не живет. Но прокормиться на минимальную пенсию – задача не из легких. Если бы не вот эти кормления, то тогда можно ноги притянуть. Спасают вот здесь, в парк Шевченко, на привозе в подвале. Для того, чтобы получить заветную порцию горячего обеда, нужно отстоять небольшую очередь. Как часто вы здесь базируетесь? Сколько раз в неделю? Два раза в месяц. Первую, вторую, пятницу в два часа. А что в основном вы готовите? Рис, сейчас помидоры, а вообще салат из капусты. Потом вот здесь у нас котлеты из гороха. Владимир Черноусов также приходит на улицу Войкова по пятницам. Именно в этот день волонтеры привозят горячую еду. По профессии он строитель. После того, как мужчину сократили, найти новое место не вышло. Он вынужден перебиваться непостоянными заработками. В столовой уходили питаться, консервы брали. С 2002 года как все кратили, вот 17 лет вообще никому не нашли. Вообще никому. Куда не обращались? Пунктов помощи малообеспеченным по городу немало. Оказать содействие здесь готовы как в будний, так и в выходной день. Сегодня к передвижной кухне за горячие порции пришло около 30 человек. Организаторы уверяют, если нуждающихся будет в два раза больше, все равно голодным не останется никто. Волонтерские организации в крымской столице оказывают всевозможную помощь нуждающимся. Их кормят, одевают и оказывают материальную поддержку. Часто в поисках пропитания малоимущие люди выходят на улицы города. Кофта не по размеру, синие круги под глазами, изношенные штаны. Помогут и нам создать подходящий образ. Сейчас проведем небольшой социальный эксперимент и проверим, насколько симферопольцы и гости города готовы помочь нуждающимся. Мы приехали на бульвар имени Ленина в разгар рабочего дня. Уличное движение здесь оживленное. Студенты, офисные сотрудники, пенсионеры. Все спешат по своим делам. Но среди суматохи неравнодушные все же нашлись. За 20 минут, проведенных здесь, ко мне подошло 4 человека. И подали порядка 40 рублей. Оказалось, не все так плохо. Почитав прибыль, можно предположить, что за день получится собрать около 1000 рублей. Не так уж и мало. Часто к такому заработку прибегают недобросовестные граждане. Чтобы помочь малоимущим людям, не обязательно подавать милостыню. В каждой семье найдутся вещи, которые можно подарить нуждающимся. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Греки, румыны, многие-многие национальности проживаются на территории Крыма. Всех их перечислить не получится, потому что времени у нас элементарно не хватит. А сейчас мы поговорим подробнее о болгарах. Кстати, что знаешь о болгарах? О болгарах я мало что знаю, к сожалению. Поэтому я бы хотела сейчас напрямую выяснить это у представителя общественной организации, и я тебе, Стефан, оставлю ненадолго, местной болгарской национально-культурной автономии городского округа Симферополь. У нас в гостях Хинесса Лукьяненко. И как раз-таки мы поговорим о болгарах, которые в Крыму проживают. И даже не просто об этом, а о этнатуре, о котором недавно говорили все СМИ. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что это за этнатур? Этнатур. Ну, во-первых, хочу сказать, что региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым по Иссе Хелиндарске в этом году празднует свое 25-летие. И этнатур посвящен именно 25-летию, который пройдет под девизом «Нам есть что показать». Да, так громко звучит, но нам действительно есть что показать. Этнатур посвящен святым местам болгар. Пройдет он в течение двух дней. Это такие некие туры выходного дня. 20 октября мы посетим Севастополь, Инкерман. Это те места, которые связаны с Кириллом и Мефодием, с созданием славянской письменности. А 26 октября мы поедем по местам переселения болгар. Это Восточный Крым, это Топловский монастырь, где монахиней была наша болгарка Святая Константина или Святая Параскева. Далее это Кишлав, это Старый Крым, который по-другому называют болгарщина, где и пройдет, в принципе, заключительный такой небольшой, скажем так, душевный семейный концерт болгарской культуры. А вот вы говорите «мы», а вот мне все интересно узнать, кто же это «мы». Мы и болгары. Я понимаю, например, болгарская семья, большая. Очень большая. Сколько человек и будут ли это жители вот именно из Болгарии? Из Болгарии в этом году, может быть, кто-то и приедет, но в основном это нацелено на тех членов общины, которые живут, продвигают, поддерживают болгарскую культуру именно непосредственно здесь, в Республике Крым. Это порядка 80 семей. Я не буду говорить численность, так как много смешанных браков, но так принято у болгар, что если у тебя даже жена, муж, русский, украинец, татар, без разницы. Это уже болгарская семья. Но вот вы сказали 80 семей. Я так понимаю, что перепись населения, которая проводилась в 2014 году, она показала, что болгар не так много остается в Крыму. Да, я же вот поэтому и говорю, что смешанные семьи. Поэтому некоторые себя считают болгарами, то есть чистокровными. У некоторых, допустим, папа русский, то есть они уже себя больше причисляют к русским. Но в любом случае это семьи. Они приходят, они интересуются. Кровь не вода, как говорят у нас болгары. Ну а вот все-таки количество болгар, можно сказать, растет или уменьшается? Вы знаете, растет. Растет? Да. У нас очень много молодежи в общине, которая стала достаточно активной. А в чем проявляется эта активность? Участие в различных мероприятиях, участие в жизни общества. Это дорогого стоит. Наверное, они же пытаются воссоздать национальные праздники, традиции болгарские. Да, конечно. Познакомьте нас с традициями, потому что вот я признаюсь, да, проживая в Крыму, очень мало знаю о болгарских традициях. Наверное, к сожалению. Да, все-таки вот смотрите, традиции болгар, если это касается непосредственно праздников, они связаны все-таки с цикличностью природы, цикличностью сезонов. Это зимние праздники, допустим. Коляда, Сурва, это такое празднование Рождества, Нового года. Трифон за Рязан, это, наверное, уже такой достаточно известный и популярный праздник в Крыму, так как мы его празднуем каждый год и с огромным размахом, так, чтобы участвовали все. Так, подождите, тогда давайте на этом остановимся. Я так понимаю, это самое интересное, самое масштабное мероприятие. В чем оно заключается? То есть в чем заключается празднество? По масштабности я не скажу, что это самое масштабное, так как мы стараемся каждый праздник показать так широкой душою, как говорится. Трифон за Рязан, это праздник виноделов и виноградарей. Празднуется в феврале месяце. Есть такой обычай на Трифон за Рязан выбирать царя вина. Каждый год это новый человек, передается такая инсценированная корона в виде лозы с виноградом. Это целый обычай, подрезка винограда где-то в поле. То есть, ну, это все интересно, это нужно увидеть хотя бы раз. Я думаю, что вы будете постоянными гостями у нас. Ну, я надеюсь, что вы нас приглашаете, не только нас, конечно же, присоединиться к вашим праздникам. Это очень интересно. Вы нас заинтриговали, и это еще раз дает нам повод лучше изучать тех, кто живет рядом с нами, наших соседей, наш друг друга. Конечно. Также мы вас приглашаем поучаствовать с нами в Этнатуре. Я думаю, вам понравится. То есть все желающие могут принять участие? Конечно, пожалуйста. Спасибо большое. К сожалению, очень мало времени у нас остается. Я напомню, у нас сегодня в гостях Инесса Лукьяненко, заместитель председателя общественной организации «Местная болгарская национально-культурная автономия» городского округа Симферополь. Ну, а прямо сейчас мы предлагаем узнать еще некоторые факты о вождении, о которых вы наверняка не знали. Более подробно о них расскажет Ира Борилюк. Ожидать такси или маршрутку можно долго, особенно в час пик. Сегодня личный транспорт не роскошь, а средства передвижения. Анастасия Строжинская давно планировала обзавестись собственным автомобилем, но сесть за руль долго не решалась. Да, я очень сильно боялась, потому что у меня был такой неприятный опыт. Я боюсь вообще скорости, боюсь всего, но современный мир обязывает девушку садиться за руль, потому что у меня очень активная жизнь, и на автобусах уже неудобно передвигаться, на такси это тоже нецелесообразно. Первый шаг на пути к получению водительского удостоверения – изучение правил дорожного движения и устройства двигателя. Однако, чтобы стать полноценным участником автомобильного движения, одной теории недостаточно. Самое сложное начинается после записи автошколы. Ты записался, страх остается. Главное – быть уверенным в себе, не бояться. Инструктор, который сидит справа от тебя, всегда поможет тебе, подскажет, поддержит. Главное – слушать внимательно его и быть уверенным в себе. Дневное или вечернее, групповое или индивидуальное. Обучение в автошколе проходит несколько этапов. Теория, практика, вождение, сдача экзаменов и, наконец, получение заветного водительского удостоверения. Приходя в автошколу, лучше сразу выбирать обучение на автомобиле с механической коробкой передач. В отличие от автомата, после которого не так легко пересесть на механику, эти умения дают не только универсальные права, но и навыки. Специалисты предупреждают – самостоятельно отрабатывать навыки вождения не стоит. Ни в безлюдном месте, ни тем более в черте города. Такие эксперименты могут закончиться бедой и навсегда отбить желание управлять транспортом. Только с опытным инструктором, чтобы мог правильно подсказать те действия, которые возникают в жизни. Потому что все-таки это опасно – выезжать в город, где куча машин, человек не совладал со своим страхом, а может сделать какие-то неадекватные действия. Дрожь, паника и, как следствие, замедленная реакция. Совладать с внутренним напряжением поможет взвешенная позиция и осознание собственных страхов. Есть здоровый страх, за который отвечает наш инстинкт самосохранения. И возникновение такого страха или беспокойства, когда водитель садится за руль, оно абсолютно естественно и нормально. Потому что возникновение этого страха уберегает самого водителя и всех остальных участников дорожного движения от возникновения ДТП. Регулярная практика и вдумчивая отработка навыков – лучшие помощники в водительском деле. Чтобы перебороть страх вождения, в первую очередь нужно знать правила дорожного движения. Второе – это нужен опыт и уверенность в себе. Не боги горшки обжигают. Обучиться вождению вполне реально. Для того, чтобы каждый километр был ровным и легким, нужен позитивный настрой, уверенные знания и, конечно, приятная музыка. Ирина Борилюк, Роман Ананьев, Алексей Семенов. Утро нового дня. Наш эфир завершается. И в свою очередь мы хотим поблагодарить компанию «Фавила» за предоставленную нам мебель, а также Академию строительства и архитектуры за предоставленную нам студию, которая называется «Зимний сад». Здесь мы работаем, здесь мы вещали для вас сегодня. Трудно представить, что два часа пролетели так быстро, и время уже подходит к концу. А я напомню, что сегодня в прямом эфире на протяжении двух часов для вас работали Стефан Филатов и Салия Салямова. Увидимся уже совсем скоро. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!